Направление развития, для которого потери характерный переход, от простого к сложному или от низшего к высшему, неважно. Является ли война двигателем прогресса? Спорную тему урока истории ученики 11 класса одной из школ Свободинского района слушают с особым вниманием. Тем более, что ее объясняет непривычный учитель, а преподаватель лицея БГПУ. Наталья Старчеус – участница педагогического десанта, цель которого – преодолеть разрыв в образовательных достижениях школьников за счет повышения профессионального потенциала среди сельских учителей. Поскольку я учитель истории, меня всегда с детства возмущали эти мертвые головы портретов, которые висели в кабинете истории. Моя задача, как я это вижу, я для себя придумала этот метод, я назвала его так – очеловечивание истории. Я использую современные технологии, я использую художественные, документальные, научно-популярные фильмы, любые. Я ищу на всех просторах интернета и всего возможного то, что я могу нарезать и смонтировать так, как нужно, чтобы показать личность в существующих условиях. Педагогический десант был сформирован после исследований, проведенных областным институтом развития образования. Результаты показали, что учебные показатели в некоторых амурских школах отстают с большим отрывом, причем на протяжении нескольких лет. Эту тенденцию связывают с удаленностью от города, а также со слаборазвитой инфраструктурой социально-культурного развития детей. В Свободненском районе специалисты выявили сразу три такие школы. Из них две – это сельские. Большинство проживает в деревянных домах. Коммунальными услугами у нас не избалованы дети. Ну и вот, естественно, подвоз накладывает некоторые определенные условия. То есть дети не успевают подготовить домашнее задание. Вот, может быть, это тоже является как бы минусом небольшим. Подтягивать успеваемость сельских учителей начали в рамках федеральной программы повышения качества в школах с низкими показателями и школах, работающих в неблагополучных социальных условиях. Всего на этот проект из федеральной казны было выделено 4 миллиона рублей. Еще почти 700 тысяч из областной. По плану специалисты должны посетить 11 школ области. Этот визит уже четвертый по счету. Более 30 педагогов, среди которых победители конкурса «Лучшие учители России» в разных составах, уже побывали в школах Серышевского, Михайловского районов, а также города Зеи. Мы не едем кого-то учить, мы не едем кого-то показывать, что вы плохо работаете. Наша задача – показать, что можно делать это иначе. Потому что всем известно, когда ходишь по одной дороге, то возникает некоторая рутина. Колесить по районным учебным заведениям десант будет до ноября этого года. В начале декабря на межрегиональном семинаре, где к Амурской области присоединятся другие регионы, которые расскажут о своем опыте, будут подведены итоги проекта. Также среди амурских школ участников проведут конкурс на лучшую программу, описывающую, что нужно сделать, чтобы вырваться на лидирующие позиции. Жюри отберет трех лучших претендентов. В качестве приза заведения получат школьное оборудование, приобретенное за счет средств, субсидий из федерального бюджета.